На библейский портал «Экзегет» пришел такой очень интересный и актуальный вопрос. Почему христианство теряет популярность? Может, оно перестало быть актуальным? Очень важный и глубокий вопрос, дорогие друзья, но прежде чем на него попытаться ответить с позиции Священного Писания, давайте задумаемся, а зачем вообще популярность для христианства? Разве Господь наш Иисус Христос во время Своей беседы на горной проповеди, которая изложена в Евангелии от Марка, разве не сказал «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволел дать вам царство»? Разве Спаситель не говорил «Старайтесь войти тесными вратами, потому что тесные врата Иуза к путь, ведущие в жизнь, и немногие находят в ней». То есть Господь и Спаситель наш совершенно ясно и недвусмысленно своим апостолам, а в их лице всем своим последователям дал понять, что христианство никогда не будет интересно всем, подавляющему большинству людей. Христианство никогда не будет популярно. Во все времена это именно малое стадо и узкий путь, узкие врата, и немногие, как Спаситель говорит, даже находят этот узкий путь. Вот в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, мы читаем такие слова. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обречились дела его, потому что они злые, а поступающий по праве идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот здесь в этих словах Господь и говорит нам, приоткрывает нам эту тайну, что большинство людей все-таки не идут к свету, чтобы не были обречены дела их. Господь не только заранее предупредил всех своих последователей, что они будут сравнительно малым сообществом в окружении множества других людей. Вспомните слова Спасителя, где Он, посылая своих учеников на проповедь, говорит, «Я посылаю вас, как овец, посреди волков, и так будьте мудри, как змеи, и кротки, как голуби». То есть посылаются овцы в окружении волков. Или в другое место Священное Писание, где Спаситель говорит, что «Вы — соль земли». Что такое соль? Много ли надо соли для того, чтобы осолить какую-нибудь трапезу? Совсем чуть-чуть. Но без вот этой соли трапеза будет терять свой вкус. Соли надо совсем немного. И христиан всегда было сравнительно немного. Мы сейчас говорим, дорогие друзья, как вы понимаете, о настоящих христианах, о христианах по жизни, по образу мысли и по образу жизни. Или, говоря современным языком, практикующих, действительно, религиозно мотивированных христианах, а не только те христианах, которые себя таковыми называют, а к подлинно христианской вере не имеют никакого отношения. Именно соль земли. Соли достаточно немного, но она уже помогает создать иной вкус для трапезы. В те времена, когда не было никаких морозильных установок, соль даже помогала, сохраняла какие-то продукты от гниения, от разложения. И соли было совсем немного. Поэтому мы, христиане, и должны быть солью для этого мира. И строить каких-то иллюзий, что христианство будет, когда бы то ни было популярно, или что оно было когда-то популярным, таких иллюзий у нас не должно быть. Более того, в своей прощальной беседе Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Иоанна мы читаем в 15 главе «Прощальная беседа Спасителя». Всегда, дорогие мои друзья, даже по аналогии с нашей обычной земной жизнью, когда, допустим, глава семейства, отец или дедушка накануне своего перехода в вечную жизнь прощается со своими родственниками, он старается произнести самые главные слова. И близким дорогие именно вот эти последние слова, потому что в них заложено иногда самое главное. Вот во время своей прощальной беседы, накануне своих страданий, Господь Иисус Христос говорит такие слова. «Се заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, — говорит Господь, — будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, — будут и ваши соблюдать». Смотрите, дорогие друзья, четко, ясно, недвусмысленно. Заранее Господь Иисус Христос своим последователям говорит, что их будут гнать и даже объясняет, за что их будут гнать. «Что гнали меня, меня прежде вас возненавидели, — говорит Господь, — и вас будут ненавидеть». И в то же время говорит, что «как меня гнали, и вас будут гнать, но как слово мое соблюдали, — говорит Господь, — и ваши будут соблюдать». Дорогие мои друзья, в нашей жизни множество таких примеров. Самые, можно сказать, простые хрестоматийные примеры. В каком-то сообществе, в каком-то, например, в офисе, на каком-то предприятии среди множества людей двое или трое христиан. Поначалу вроде бы над ними посмеиваются. Иногда за глаза, а может быть даже и в лицо. Говорят, вот это, например, наш, условно говоря, Алексей Иванович или Олег Иванович, он у нас верующий, курить он не будет, сквернословить он не будет, пить ему не предлагайте, пить не будет. Воровать ему нельзя, он же христианин, и так далее, и так далее. Вроде бы с некоторой иронией, с насмешкой смеются над его верой. Если христианин продолжает и дальше вести себя как христианин, не на показ, а именно со смирением, с рассуждением и достойно, то через какое-то время смотришь, те же самые его сотрудники, коллеги по работе, которые вначале смеялись, иронизировали, подшучивали над ним. Вот у кого-то из них случается какая-то неприятность, сложная жизненная ситуация, они подходят именно к этому человеку. Условно говоря, к Олегу Ивановичу, Алексею Ивановичу. И говорят, Алексей, а какой сегодня праздник? А куда пойти помолиться? А какой иконе Божьей Матери помолиться? Или куда съездить? Вот там дети болеют, там жена болеет, или там операция предстоит. Что делать? То есть, вначале вроде бы над человеком смеются, над его верой, над его убеждением, он является предметом насмешек, а отнюдь не уважение. Но проходит время, и если христианин или христианка вели себя со смирением, с рассуждением и с достоинством, начинается уважение и начинают прислушиваться к этому человеку. Поясним, дорогие мои друзья, что значит со смирением, с рассуждением и с достоинством. Со смирением – это значит, что христианин или христианка должны уповать только на Бога, не приписывать себе никаких добродетелей. И помнить слова Священного Писания, как Господь говорит, «Без меня не можете делать ничего». Все, что я делаю доброе, это только от Бога. Все, что я могу только помыслить доброе, это тоже от Бога. От меня только немощи и грехи. Если именно так старается христианин себя вести. Что значит с рассуждением и что значит с достоинством? С рассуждением – это значит, в любом сообществе христианин должен помнить этот мудрый Святоотеческий Совет. Думай, что говоришь, кому говоришь, когда говоришь, при ком говоришь и какие могут быть последствия. То есть думать заранее о своих словах и какой могут они принести резонанс. Как твое слово может кого-то обидеть или оскорбить? Может быть, ты хочешь поделиться какой-то духовной радостью, но она может быть неуместна, потому что окружающие тебя люди еще не готовы это понять и принять. То есть с рассуждением. А что значит с достоинством? Надо помнить, дорогие друзья, что христианство – это великое сокровище. Это дар Божий. Вера христианская – это дар. Как мудро говорил святитель Николай Сербский, выдающийся богослов XX века, вера – это великий дар. За этот дар мы ничего не можем Богу воздать, но этот дар надо ценить. И вера – это такой дар, который нельзя навязывать другим, как, простите, иногда на рынках или в магазинах, навязывают просроченный товар. Мы должны очень мудро относиться к окружающим нам людям. Свою веру, свое убеждение навязывать людям, когда они еще не готовы, когда они и сами еще вас не спрашивают, не интересуются. Навязывать ни в коем случае нельзя. Именно в этом и состоит качество христианина с достоинством относиться к своей вере. Очень мудро преподобный Паисий Святогорец, великий святой XX века, говорил, что не следует свиньям рассказывать про лилии, потому что свиньи просто не поймут. Действительно, лилия – это прекрасный цветок. Но можно ли об этом говорить, цитируя преподобного Паисия, этому бессловесному животному, которое никак не оценит красоту лилии? И в Священописании мы знаем заповедь Господа, как Господь прямо и недвусмысленно говорит, «Не мечите бисера вашего перед свиньями». Бисер – это драгоценная вера. Разумеется, дорогие друзья, я предполагаю, что у вас может возникнуть встречный вопрос, а как же так? Неужели нам не надо свидетельствовать о своей вере? Неужели нам не надо проповедовать? Или как-то призвать других к исправлению, к покаянию? И можно, и нужно. Но в первую очередь примером своей жизни. Дорого, как говорят мудрые подвижники благочестия, дороги не слова без дел, а дела без слов. Поэтому христианство никогда и не было особо популярным в этом мире, потому что сам Господь о себе сказал, «Меня ненавидели и вас будут ненавидеть, меня гнали и вас будут гнать». И в то же время оно никогда не перестанет быть актуальным. Как соль земли и свет для мира. Свет обязательно нужен, и соль обязательно нужна. Но лишь бы соль не потеряла свою силу, потому что Господь Иисус Христос говорит, если соль потеряет силу, она уже ни на что не пригодна, только ее выбрасывают на попрайние людям. Нам, христианам, надо не о том переживать, популярно ли христианство сейчас, и будет ли оно популярно когда-нибудь, а стараться иметь в себе соль и мир иметь между собой, как говорит Господь Иисус Христос. Помоги нам всем, Господи.